Добрый день, я Дмитрий Иванов, я работаю корпорацией ОДК, директором по инновационному развитию, и сегодня мы поговорим о концепции фабрики будущего. Почему концепция, почему фабрика будущего? Здесь история заключается в том, что когда некоторое время назад мы в компании задумывались о том, а куда бы могла бы развиваться производственная система в нашей компании, что меняется вообще, что происходит сейчас в мире, мы поняли, что нам нужно выстроить некую идею, концепт, который позволил бы нам сформулировать основные проекты развития, понимать, что меняется внутри организации, что должно поменяться внутри организации для того, чтобы мы оставались конкурентоспособными. В результате эта работа, как выяснилось, ее невозможно остановить, и уже, наверное, мы придумываем новые какие-то проекты, исходя из другого немножко понимания, чем то, что было сформировано у нас первый раз пять лет назад, но все равно это все идет под общим названием концепция фабрики будущего, она постоянно обновляется, это наша стратегическая цель, наше видение будущего, которое мы для себя определяем, исходя из которого мы и определяем, какие проекты нам запускать, какие технологии нам разрабатывать и что нам нужно менять внутри нашей компании. Почему мы вообще об этом задумались? Что привело нас к этой работе? Мы увидели, что развитие средств вычислительной техники, средств коммуникации идет настолько быстро, настолько бурно, что оно оказывает уже существенное влияние не только на сферу IT, но и на в целом компании, на бизнес-компании, на то, что меняется внутри общества, и мы поняли, что нам нельзя на это не реагировать. А что лежит в основе этого явления? В основе лежит явление, так называемый закон Мура, который говорит о том, что каждые 4 года количество транзисторов и их стоимость, количество транзисторов удваивается на одной и той же площади, а их стоимость падает. И мы видим, что стоимость, допустим, мегабайта памяти за последние 20 лет изменилась в несколько десятков, несколько сотен раз. И нынешний мегабайт памяти, безусловно, имеет мало отношения с точки зрения и цены, и размеров к тому объему, который был, допустим, в начале 70-х, 80-х годов. Развитие это столь бурное, что все остальные отрасли, даже такая высокотехнологичная, как авиастроение, как двигатели строения, кажется, что они вообще находятся в каком-то застое, находятся в каком-то запустении. На самом деле это где-то и так, и где-то не так. Но, тем не менее, представить себе, что, наверное, современное поколение представить себе, что жесткий диск емкостью 5 мегабайт фирмы IBM в 1956 году выглядит как хороший грузовой контейнер, ну, наверное, мало кто себе мог представить. Хотя на тот момент времени это было вообще чудо техники, и все удивлялись, как такое вообще возможно. В результате, к чему это все привело? К тому, что все окружающие нас устройства, которые современные, такие как смартфоны, квадрокоптеры, различные системы распознавания данных, солнечная электроэнергетика, все компоненты этих систем стали стоить очень дешево. Их стоимость сократилась катастрофически, и они стоят, по некоторым моментам сокращение произошло в несколько сотен раз, в несколько десятков раз. И они стали доступны на свободном рынке. Помимо этого, это как бы уже закончены какие-то товары, которые мы можем покупать как пользователи. Но с точки зрения бизнеса, с точки зрения технологий, компоненты технологические, которые составляют эти товары, и их основа, они стали стоить настолько дешево, и они стали столь малы в размерах, что их стало возможным использовать в различных технологических процессах. И, собственно говоря, эти технологические процессы, эти возможности кардинальным образом перестраивают весь бизнес полностью. Мы это называем, как бы сейчас, это модное слово, оно очень часто употребляется, это цифровизация. И здесь достаточно большое количество всяких непониманий, может быть, где-то, может быть, кто-то по-разному использует это слово, поэтому я должен несколько слов сказать о том, а что мы понимаем под этим словом, когда мы говорим о фабрике будущего, о цифровой фабрике или о виртуальной фабрике. В первую очередь, что такое цифровой объект? Это основа этого концепта. Вот, на мой взгляд, здесь два момента нужно четко отмечать. Это то, что цифровой объект – это тот объект, который описывается, который машина может прочитать, машиночитаемый он должен быть, и он должен быть машиноисполняемый. Вот эти два фактора, они отсекают цифровые объекты от огромного количества других объектов, которые могут сохраняться в информационных системах, использоваться в антииндустрии, в автоматизации и так далее. Ключевая история – то, что они машиночитаемые, то есть машина может понять, что это за объект, и он машиноисполняемый. Машина может что-то с ним сделать, управлять этим объектом. Это, наверное, первая такая дефиниция, которую необходимо ввести. Второй момент, безусловно, что цифровая система – это система, которая построена на первичности цифрового представления объектов, из которых она состоит. И цифровая экономика – это взаимодействие цифровых объектов, каких-то цифровых систем, в основе которой лежит, собственно говоря, опять-таки же, первичность цифрового представления этой экономики. То есть, если вы все можете представить, что один робот заказывает что-то у другого робота, и они между собой каким-то образом расплачиваются, вот это и есть, собственно говоря, цифровая экономика. Безусловно, эта экономика, она будет самооптимизирующаяся, эта экономика основана на взаимодействии различных машин. Под машинами здесь имеются в виду киберфизические различные системы или оправдно программные комплексы. Но в любом случае понятно, что первое место здесь занимает в этой экономике машины. Возникает вполне логичный вопрос, а человек здесь в этой системе где? А человек, собственно говоря, он является выгодоприобретателем всей этой цифровой экономики. И это, собственно говоря, цифровая экономика возникает и существует, собственно говоря, для него. Чем цифровизация отличается от информатизации или автоматизации? Ну, вот смотрите, если вы представите себе некую организацию, строгую, эрхичную, некоторое время назад в ней стали появляться информационные системы. Информационная система помогает человеку справиться с большим объемом информации в больших организационных системах. И, соответственно, она каким-то образом собирает первичную информацию, каким-то образом ее комплексирует и доводит до человека, чтобы он мог на основании этого принять решение. То есть ключевой человек на основании какой-то информации, которую ему собирает некая система, принимает какое-то решение, которое дальнейшим образом взаимодействует с организацией и так далее. Что такое автоматизация? Автоматизация, когда мы из каких-то процессов исключаем человека и заменяем его какими-то автоматическими системами, которые действуют, уже выполняют те операции, которые раньше выполнял человек. Неважно, в какой области действия они находятся, но они выполняют теперь это без него. И, наконец, цифровизация, когда мы из цепочки принятия решений, из управленческих каких-то компонентов, начинаем убирать человека. То есть машины начинают взаимодействовать между собой, роботы взаимодействуют с какими-то информационными системами, на основании этих данных искусственный интеллект принимает какие-то решения и так далее. Что делает человек? Человек создает эти системы, он становится творцом в этих системах, и, безусловно, его роль меняется, но он не исчезает. Многие думают, что цифровизация – это история про то, чтобы убрать отовсюду человека. Нет, человек уходит только из рутинных операций, он уходит из низкомаржинальных операций. Если затачивается, то для чего, собственно говоря, ну, мы, по крайней мере, на это надеемся, он создан для того, чтобы творить. Взаимодействие это, безусловно, формирует целый ряд новых бизнес-моделей. И если предыдущие бизнес-модели основаны на продаже продукта или на продаже сервисов к этому продукту, то есть здесь ключевой момент, что мы отчуждаем от себя какую-то собственность, то есть мы продаем продукт, и владельцем продукта становится другой человек, ну, например, как автомобиль, то новые направления, новые бизнес-модели, они связаны, в первую очередь, с тем, что владельцем по-прежнему остается изготовитель. А, собственно говоря, потребитель становится, потребляет только то, что ему нужно. Либо это доступ к какому-то продукту и к его использованию, либо это, собственно говоря, время использования этого продукта, он платит только за те часы, которые он его использует. Ну, например, в нашей отрасли это, в первую очередь, связано с продажей, допустим, летного часа двигателя. То есть пока двигатель работает, значит, владелец, авиакомпания за это платит. Как только он перестал работать, он стоит на земле, он не платит. Или, наконец, третья бизнес-модель, она очень редко пока применяется, и только в некоторых областях, это плати за результат. То есть когда пользователь получает, платит только за тот продукт, который, за результат работы этого продукта. То есть в данном случае, если мы представим эту модель, ну, допустим, для использования режущего инструмента, мы можем платить за то, что мы имеем доступ к шкафу с инструментом, мы можем платить за доступ, за использование этого инструмента, и мы можем платить за результат использования этого инструмента. Ну, например, можно платить за то, что ты пользуешься молотком, можешь платить только за то время, когда ты работаешь этим молотком, а можешь платить уже за забитые гвозди этим молотком. И вот в зависимости от того, какую блинность модель мы принимаем, по-разному выстраиваются отношения между заказчиком и производителем. Это первое, что меняется в нашей области. Второй момент, который очень сильно влияет на нас, в том, что теперь мы сопровождаем продукт в течение всего его жизненного цикла. Только не так, как раньше, что мы предлагаем дополнительные услуги заказчику, а теперь ответственность за то, как продукт, собственно говоря, расходует топливо, какие у него издержки при ремонте, как часто он должен ремонтироваться. Все это ложится в наши расходы, а не в расходы заказчика. Таким образом, меняются взаимоотношения. Раз. Второе, меняется, собственно говоря, бизнес-модель и снижается порог входа во владение продуктом. Это увеличивает возможности для продажи этого продукта. И, с одной стороны, растет общее количество проданных, может расти общее количество проданных продуктов, а с другой стороны, каждый продукт теперь продается и используется заказчиком индивидуально. То есть мы обеспечиваем то самое кастомизированное индивидуальное обслуживание, такого уровня, о котором раньше мы не могли и подумать. А каким образом это, собственно говоря, становится возможно? Возможно, благодаря технологиям, которые формируют фабрику будущего. Об этом, собственно говоря, говорят уже на протяжении, ну, наверное, где-то, я лично об этом услышал в 15-м году, когда прочитал отчеты, значит, Давосского форума, который обсудил первый раз индустрию интернета вещей, каким образом она влияет и сформировал первые бизнес-модели. И, собственно говоря, мы видим, что, ну, здесь вот на слайде можно увидеть, что идет как бы такая градация 20-й год, 25-й год, 30-й год. Да нет, на самом деле все, конечно, сложнее. Все эти модели используются сейчас. Они в какой-то мере где-то больше, где-то меньше, где-то они активней. В каких-то сферах мы уже живем в так называемой пул-иконами, где-то аутком-иконами и так далее. То есть это все вот такой сложный конгломерат, и здесь важно одно, что меняются бизнес-модели, а это в первую очередь появляются новые возможности. И для того, чтобы использовать эти возможности, необходимо, чтобы компания была готова к этому, потому что это требует перестройки не только продукта, его возможностей, но и перестройки вообще организационной структуры компании, изменения бизнес-подходов, изменения культуры внутри этой компании. Поэтому, собственно говоря, и важно было разработать концепцию фабрики будущего. Как часто можно услышать, эта фабрика состоит из трех частей. Умная фабрика, цифровая фабрика или виртуальная фабрика. На самом деле это взгляд, разный взгляд на одну и ту же фабрику, фабрику будущего. На некий такой концепт, который содержит какие-то новые, принципиально новые решения, которые недоступны сегодня. Просто оно становится настолько объемным, настолько сложным, что описать взаимодействие всех процессов, бизнес-процессов, технологических процессов сразу же с одного захода – это невозможно. Мы и мои коллеги формируем некие упрощенные модели, которые берут некую часть цепочки создания продукта, и мы говорим о тех технологиях, о тех бизнес-процессах, которые формируются внутри этой части. И, допустим, если мы берем часть, которая связана с созданием продукта, с его замыслом, с проектированием, то это больше, конечно, будет цифровая фабрика. Если мы говорим про часть, которая связана с производством, то это уже умная фабрика. Если мы говорим о взаимодействии, а на самом деле сложный технологичный продукт взаимодействия большого количества акторов, различных компаний, различных бизнесов, пользователей, то мы будем говорить, конечно, об виртуальной фабрике. Но невозможно, чтобы цифровая фабрика, то есть создание продукта, существовало без умной фабрики. И точно так же, как существование умной фабрики не может быть без виртуальной фабрики и цифровой фабрики, виртуальная фабрика тоже не может существовать одна. Она просто экономически не имеет никакого смысла. Но сами по себе технологические решения могут не дляться по отдельности. Поэтому в зависимости от того, в каком контексте мы с вами разговариваем, о чем мы с вами разговариваем, что мы хотим представить, какая наша конечная цель, задачи мы будем употреблять различные термины умная цифровая или виртуальная фабрика но вы для себя должны понимать что в итоге это некая концепция которая говорит о том что эта фабрика все-таки она общая это фабрика будущего а что отличает эту фабрику от того что есть сегодня в первую очередь для нас для бизнеса это говорит о том что у нее совершенно другая производительность у нее совершенно другие возможности с точки зрения экономики и конечно безусловно это новые возможности для наших заказчиков рассмотрим один из компонентов фабрики будущего умная фабрика для нас для корпорации основа которой построена на ее производственных циклах собственно говоря это является одним из таких самых сложных процессов трансформации потому что огромное большое количество производственных активов у всех своя история это очень сложные технологические процессы они очень дорогостоящие поэтому трансформация этих процессов внедрения этих технологий занимает у компании очень большое количество времени для многих может показаться что мы разговариваем о каких-то несуществующих концептах которые никогда не будут внедрены нет это не так на самом деле отдельные компоненты отдельные технологические процессы блоки фабрики будущего и умные фабрики они уже внедряются в корпорации первый наверное такой подход как компания совершила когда мы внедряли и технологические процессы и собственно говоря делали двигатель сам 146 для сухого суперджета тогда наверное удалось первый раз выстроить такую цепочку процессов технологических таких изменений которые позволили спроектировать двигатель прежде чем он стал был собран железе и встал на первые свои испытания в различных виртуальных средах различных графических редакторах и собственно говоря полностью об весь объект вся структура объекта весь двигатель был сделан в цифровых моделях были проведены первые виртуальные испытания было разработаны первые технологические процессы то есть в принципе это был первый такой безбумажный цифровой двигатель конечно безусловно это не как это не полностью цифровой двойник это не полностью цифровой объект но первые компоненты первые технологические компоненты собственно говоря были отработаны именно на этом двигателе. Это позволило существенно сократить и сроки создания этого двигателя, и сделать, в принципе, за достаточно короткое время первый в России двигатель, который был сертифицирован по нормам европейской летной годности. Достаточно, собственно говоря, такой прорывной двигатель. Но что важно? Важно, что перед этим, начиная с 2000 года, то есть двигатель был сертифицирован в 2008 году, создание его началось в 2004 году, а в 2000 году, собственно говоря, пошла первая программа. Она началась с того, что были убраны все кульманы внутри предприятия. И они были заменены компьютерами, были поставлены программные обеспечения современные, и, собственно говоря, с этого началась трансформация компании. Почему это важно? Потому что на сегодняшний момент времени, несмотря на то, что мы начали наш такой первый разбег в 2000 году, на сегодняшний момент около 30% того, что выпускает компания, не имеет своего цифрового представления. Это означает, что до тех пор, пока эти продукты не уйдут с рынка, мы будем за собой вот этот аналоговый хвост продолжать тащить. И это, собственно говоря, один из таких первых камней, одна из таких проблем, которые приходится решать всем высокотехнологичным компаниям. Потому что мы формируем новые продукты, которые должны быть конкурентоспособными завтра, но у нас есть большое количество обязательств перед нашими заказчиками в прошлом. И вот как совместить эти два процесса, каким образом обеспечить, с одной стороны, развитие компании, с другой стороны, сохранение работоспособности тех продуктов, вот это на самом деле достаточно сложная задача. Но надо сказать, что не создав вот этот вот слой цифрового объема данных, касаемых состава изделия, касаемых конкретных моделей, программ каких-то, невозможно перейти к следующему шагу, к созданию умной фабрики. А мы ведь не можем делать умную фабрику с аналоговыми продуктами, это должны быть цифровые продукты. Поэтому до тех пор, пока не наполняется вот эта критическая масса, мы находимся вот в этой зависимости, с которой сталкиваются многие компании. Почему процесс цифровой трансформации так сложен? Надо сказать, что за этот период, пока создавался двигатель SAM-146, за это время было еще разработано где-то порядка 12 различных моделей газотурбинных двигателей в компании. И это говорит о том, что эти процессы, которые мы внедрили, в частности, в разработку изделия, они действительно позволили во много раз нарастить производственные возможности нашей корпорации. Когда мы первый раз собрались с рабочей группой и вообще задумались о том, что является предметом нашей работы, кто-то задал вопрос. А, собственно говоря, вот все говорят, что такое индустриальная революция идет, что-то меняется. А что меняется? Почему это индустриальная революция? И мы для себя сформировали три принципа. Их на самом деле, конечно, гораздо больше, что отличает предыдущий индустриальный уклад от сегодняшнего уклада или того уклада, который будет. Но для нас это в первую очередь три главных момента. Первый момент связан с отсутствием эффекта масштаба. То есть сегодняшняя производственная система построена на том, что чем больше мы производим одного наименования того или иного продукта, тем дешевле стоит одна единица. В современной, в новом индустриальном укладе не имеет значения, какое количество продукта вы производите одного наименования. Его стоимость близка к сегодняшнему серийному или даже, может быть, меньше его. Но неважно, какое количество вы произвели, одну штуку или несколько штук. И, собственно говоря, это целый пласт технологий, который позволяет это делать. Но это первое отличие. То есть отсутствие эффекта масштаба. Второе – это гибкость производства. Но если мы вспомним конвейер Генри Форда, то он начинался с того, что, и вообще его отличие, что было произведено огромное количество автомобилей Форд Т, по-моему, порядка 30 лет производился один и тот же автомобиль, практически с минимальными изменениями. То есть производственная система была очень негибкая. Современная производственная система, и мы ставим такую задачу для себя, что она должна иметь возможность производить фактически любую деталь. Ну, мы сделали несколько ограничений, мы вынуждены были взять два ограничения. Первое ограничение – это материалы. То есть не из любого материала, конечно. Мы выбрали пять наиболее используемых материалов нашей компании. И сказали, что мы можем произвести любую деталь из этих пяти материалов, габариты которых не будут больше, чем 300 на 300 миллиметров. Это связано с особенностями и с размерами камеры аддитивного оборудования, которые у нас на тот момент времени были. Но мы сказали, что в этом объеме мы можем произвести все, что угодно. И наша система в состоянии выпустить готовую деталь в этих объемах. Что здесь очень важно для нас? Важно, в первую очередь, то, что на сегодняшний день, когда мы формировали первый проект для того, чтобы увидеть эти возможности, мы сказали, что мы будем брать детали из трех абсолютно разных центров компетенции внутри нашей корпорации. И это не только разные центры компетенции с точки зрения знаний о продукте, о каких-то компонентах его, а это абсолютно разные материалы, технологии обработки, бизнес-процессы и так далее. То есть мы теперь можем это производить в рамках одного замкнутой, вот такой вот умной линии. И, наконец, когда мы пытаемся реализовать оба этих принципа, мы столкнулись с тем, что предыдущая система управления, а это иерархическая система управления, она больше не справляется с управлением подобными гибкими, индивидуализированными системами. И мы вынуждены переходить к каким-то другим системам управления. Какая это система управления? На наш взгляд, наиболее подходит сетесентрическая система управления, но вполне возможно и, что матричная система управления, построенная на проектно-программном методе, тоже вполне может подходить. Но, по нашему ощущению, она будет неконкурентоспособна. Что такое сетесентрическая система управления? Многие говорят о том, что это система, в которой нет центра принятия решений. В нашем понимании нет, это не так. Это все-таки история про то, что центр решения всегда есть, принятие решений, но он не является жестко фиксированным, и он не связан с организационной структурой компании. Он может перемещаться, меняться, в зависимости от того, какой бизнес-процесс на текущий момент времени происходит, с тем, чтобы максимально, излечь максимальную ценность для нашего заказчика. Что такое умная фабрика? Или что такое умный продукт? Здесь существует достаточно большое количество определений. Нам в свое время очень понравилось следующее. Любой объект, любой продукт, любую производственную систему мы можем разбить на три компонента. Это объекты, например, станки. Это процессы, это те технологические процессы, которые связывают их. И это некая система управления, которая позволяет с помощью процессов управлять объектами для того, чтобы получить максимальную ценность для заказчика. Так вот, эти три типа объектов, которые присутствуют в любой производственной системе, на которой можно разложить любой сложный высокотехнологичный продукт, они должны выполнять четыре условия для того, чтобы они стали умными. Будь то умная фабрика или умный продукт. Первое, система должна понимать, в каком состоянии она находится. То есть это мониторинг. Мы должны понимать, как она находится в пространстве, какие у нее находятся, в каком состоянии у них находятся процессы, что у нее происходит внутри, и как она меняется в пространстве или взаимодействует с другими объектами, какое влияние эти объекты оказывают на нее. В общем, это функция мониторинга. Следующая функция мы должны, с помощью системы управления, на основании тех данных, на основании нашего понимания о том, в каком состоянии находится система, иметь возможность каким-то образом менять это состояние, будь то перемещение в пространстве или изменение каких-то внутренних процессов. И, наконец, третье, мы должны иметь возможность оптимизировать с помощью управления состояния, на основании данных мониторинга, состояние этой системы или ее взаимодействия, или ее какие-то процессы. И, наконец, четвертое – это должно все происходить без участия человека, то есть автономно. Если мы в состоянии представить или сделать такой объект, такой продукт или такую фабрику, мы можем говорить о том, что это умная фабрика или умный продукт. То есть та система, которая самостоятельно на основании собственного понимания того, в каком состоянии она находится, может оптимизировать свое состояние для целей заказчика, для учения ценности заказчика. Для чего, собственно говоря, мы придумали такой кубик Рубика? В первую очередь для того, чтобы понимать, о каком состоянии находимся мы сегодня. Когда мы первый раз попытались закрасить для себя, для нашей производственной системы, что у нас действительно есть, какие процессы у нас присутствуют, что на самом деле мы обладаем, у нас оказалось зашлиховано буквально полтора квадратика. И мы поняли, что для того, чтобы каждый квадратик заштриховать, нам необходимо произвести какой-то набор действий, какие-то ввести проекты развития, которые позволили бы нам постепенно-постепенно прийти к какому-то сроку к этой умной фабрике или умному продукту. Что мы еще должны учитывать? Мы должны учитывать поколения, поколенческие какие-то моменты, связанные с развитием техники. Ведь, допустим, была какая-то система мониторинга на станках, которые существовали 30 лет назад. Но их возможности абсолютно отличаются от современного оборудования тех тысяч параметров, которые могут быть сняты в равновремя различных технологических процессов. Поэтому поколенческий фактор, он тоже играет определенную роль. И здесь очень важно, чтобы при развитии соблюдалось всегда правило одного поколения. Потому что иначе производительность всей системы будет мериться по ее самому слабому компоненту. Если один компонент остался в предыдущем поколении, это означает, что и общая производительность всей системы осталась в прошлом поколении. А нам необходимо как раз вот этого избежать. Это тоже еще одна из таких сложностей, которые приходится учитывать. Надо сказать, что где-то начиная с 2014-2015, ну даже может где-то с 2013 года, практически все мировые компании сформировали какие-то свои концепции фабрики будущего. Ну вот нам в свое время понравилась концепция. И мы смотрим очень внимательно вообще, что делают наши конкуренты. Конкуренты объединенной дегистративной корпорации, ну например, в данном случае компания General Electric. Они совместно с Intel попросили консалтинговую компанию Frost & Sullivan, а собственно говоря, разработать некое такое общее представление для компании Intel и для компании General Electric, что такое, собственно говоря, фабрика будущего. Здесь надо сказать, что эта работа на самом деле, безусловно, была сделана достаточно фундаментально, и она охватывает все компоненты современных технологий, которые развиваются в сегодняшнем мире, начиная от новых типов организации, пространства, значит, пространства, где в данном случае имеется в виду, конечно, не офисные пространства, и даже не производственные, а региональные пространства. То есть идет следующая трансформация после системы поставщиков развитой, после кластерных формаций, так называемое федеративное, federated manufacturing, федеративное производство. И здесь идет речь и об умных фабриках, и о концепции, каким образом их связать. И, собственно говоря, эта концепция охватывает в том числе и новые типы платформ, цифровые платформы, когнитивные, сервисные платформы. Это трансформация производственных систем, увеличение количества автоматизированных, роботизированных устройств, каботы. И, наконец, что очень важно, что очень редко учитывается у нас в стране, и что, на мой взгляд, является одним из самых сложных компонентов – это трансформация человека. Потому что трансформация человека в новой системе взаимоотношений, которая будет «Фабрика будущего», является самым сложным элементом трансформации внутри предприятия. Что такое вообще передовые производственные технологии? Почему о них так часто говорится? Почему они являются основой всех трансформаций, всех изменений? Неважно, о чем мы говорим, о цифровой трансформации, о каком-то эволюционном развитии компаний. А это, собственно говоря, топ тех технологий, которые лидеры компаний. Это был опрос сделан в свое время одной консалтинговой компанией, компанией Deloitte, о том, а какие технологии топ-менеджеры этих компаний считают наиболее оказывающие влияние на изменения их компаний. И, собственно говоря, было сделано три кластера, три региона – это Европа, Китай и США. И мы видим, что позиции в этом рейтинге, они меняются, но перечень этих технологий, он остается неизменной. Здесь очень важно видеть различия между, допустим, робототехникой и передовой робототехникой. Передовая робототехника – это такие роботехнические системы, которые могут работать, во-первых, в одной коллаборации с человеком. То есть первое, что вы не видите, вы не видите большой жирной желтой или красной линии, которые подчеркивают, куда нельзя заходить в зону действия робота. Вот передовая робототехника, она решена таких линий, таких пространств, граничных пространств. А второе, передовая робототехника, она обладает возможностями самообучения. Если мы будем говорить о передовых материалах, да, это, безусловно, не все материалы, которые создаются сейчас. Это материалы с определенными характеристиками, с характеристиками, которые мы можем запрограммировать на этапе создания этого материала. То есть первое, этого материала не существует в природе, да, он состоит из каких-то компонентов, а второе, мы можем программировать его свойства. Более того, мы можем делать так, что эти свойства могут с течением времени меняться. Это целый класс композиционных материалов, фрактальных структур и так далее, и так далее. То есть вот каждый из этих терминов нужно очень внимательно смотреть, желательно, конечно, безусловно, на языке оригинала, потому что мы говорим передовые производственные технологии, да, а значит, во всем мире это advanced technologies, да. И вот здесь как бы начинаются различные терминологические путаницы, открытые возможности для того, чтобы уйти в какую-то другую сторону, ну, что мы, собственно говоря, регулярно и видим, и с чем нам приходится, когда мы формируем какие-то новые проекты, нам приходится бороться, мы вынуждены в первую очередь договариваться о терминах и определениях. Ну, как бы это наша такая ежедневная работа. Эта работа была начата не сегодня, безусловно, когда мы говорим о фабрике будущем или каких-то компонентах этой фабрики. Эта работа была начата нашей компанией еще в 2000-х годах. Это была первая программа, связанная с суперкомпьютерными вычислениями. Потом в дальнейшем были аддитивные технологии, новые композиционные материалы и так далее, и так далее. Весь этот комплекс программ за собой формировал тот научно-технологический задел, который сегодня, комплексируясь в виде технологий, новых бизнес-процессов, новых организационных моделях, позволяет нам потихонечку переходить, формировать нашу фабрику будущего. Рассмотрим, например, аддитивные технологии. Компания сформировала, наверное, первый центр где-то приблизительно, наверное, в 2012-м году, в 2014-м году. Это был набор отдельных единиц оборудования. Мы тогда проводили эксперименты, осмотрели, какие возможности есть у аддитивных технологий. И мы увидели, первое, что постепенно, с течением времени, стоимость одной детали, а, соответственно, и конкурентоспособность этой технологии по сравнению с текущим технологическим процессом, постепенно менялась. А к чему это приводило? Что если в начале использования этих технологий граница себестоимости находилась на уровне либо опытной партии, опытного образца, либо какого-то прототипа, то есть небольшое количество, то есть выгодно было напечатать, допустим, 10 штук каких-то деталей выгоднее, чем производить их стандартными способами, там, литье, фрезеровка и так далее, то постепенно это количество увеличилось. И сегодня это уже может быть 10 тысяч деталей и даже где-то в каких-то технологических областях больше. Это означает, что в отличие от предыдущего технологического уклада, когда у нас кривая была постепенно, в зависимости от количества выпущенных деталей, постепенно стоимость каждой детали смещалась, сниже становилась, то здесь нет, это постоянно, это константа, и она зависит от стоимости технологического оборудования, она достаточно постоянная, и, собственно говоря, стоимости расходных материалов, которые постоянно дешевеют. И, кстати, с этой точки зрения, аддитивные технологии открывают абсолютно другие возможности. Собственно говоря, это не только технологические возможности, которые позволяют менять продукт, носить какие-то в него усовершенствования, но это в том числе и изменение, допустим, структуры поставок, изменение цепочки формирования этого продукта. Ну, представьте, что сегодня для того, чтобы, допустим, отремонтировать деталь вашего автомобиля, если это сложная деталь, да, или она нечасто используется, нечасто ломается, вам необходимо ее заказывать в автоцентре, его будут, этот заказ передадут на завод-изготовители, значит, деталь будет там сделана, передана на центральный склад, с центрального склада она переедет в ваш регион, и, собственно говоря, там вы ее можете поставить на свой автомобиль. А теперь представьте, что вместо всего этого вы получаете право зайти в библиотеку и один раз распечатать в вашем деятельском центре необходимую вам деталь. Собственно говоря, смотрите, какое количество элементов, цепочки вы исключаете. Вам не нужен теперь центральный склад, вам не нужны службы доставки, различные экспедиторы. И, собственно говоря, на основном заводе, где был произведен ваш автомобиль, теперь, собственно говоря, точнее говоря, на заводе компонентов, где делался ваш автомобиль, теперь, наверное, будет работа немножко поменьше. Но вы, как пользователь, выиграете, потому что вот эта вся цепочка, она, стоимость вот этих действий, этой работы, она заложена в каждой гайке, в каждом болтике вашего автомобиля. И теперь, собственно говоря, эта цепочка исключается, и вы платите тому, кто, собственно говоря, разработал этот автомобиль в итоге, кто разработал этот компонент, а эта стоимость будет гораздо ниже. есть для вас это выгодно но с другой стороны возникают вопросы безопасности вопросы как этот материал собственно говоря откуда взялся материал с которого напечатан эта деталь на то что что соблюдены все технологические процессы там и так далее и так далее то есть нельзя сказать что одна модель сейчас прям полностью взяла и заняла другую мы видим что открывается какая-то возможность для трансформации цепочек безусловно это совершенно другие инвестиции совершенно в другие области технологического передела но для каждой компании открывается окно возможности каким образом у теперь будет формировать свою позицию свои взаимоотношения с заказчиком и собственно говоря это позиционирование эти изменения и определяют ту конкурентоспособность которая сейчас есть у той или иной компании будет ближайшее время собственно говоря как мы начинали этот процесс нам свое время учитывая что компания не может сразу как бы взять начать использовать какую-то технологию вот вынуждены были идти по пути различных испытаний различных проб где-то ошибок и нам было очень важно включить инженерное сообщество ту трансформацию которая происходит потому что если мы в на предприятиях внутри корпорации формировали какой-то свой технологический задел то некоторые университеты допустим региональные университеты не успевали за этими трансформациями и мы тогда вместе с рабочей группы технет национальной технологической инициативы придумали небольшой технологический конкурс была поставлена задача снизить массу кронштейна используя новые методы проектирования новые методы производства были даны ограничения по используемым материалам по нагрузкам на эту деталь они не должны были меняться не должны были меняться способы задел этой детали но собственно говоря эффект произошел все наши ожидания масса была снижена практически 8 раз с 3 килограмм из 140 грамм до победитель сумел оптимизировать деталь до 500 с лишним грамм на самом деле мы видим что деталь конечно приобрела некие такие футуристические фотосмагонические какие-то свой облик но что важно важно что это был не один участник да это было порядка где-то 30 человек вот первые три победителя это выпускники либо специалисты ведущих университетов санкт-петербургского бриотехнического университета и сейчас собственно говоря один из центров национальной технологической инициативы именно по передовым производственным технологиям это знаменитый университет значит имени баумана да но что важно для нас оказалось вот в этом конкурсе вот если вы посмотрите первое и второе место разница в двух деталей где-то порядка 50 процентов а разница между первым и третьим местом да это собственно говоря уже практически в два раза по массе а вот теперь возникает вопрос а что разного в обучении этих специалистов что они дают столь разные результаты ведь нам в компании нужно получить лучший результат причем лучший результат на глобальном рынке потому что мы глобально ориентированная компания и конкуренты наши находятся собственно говоря не в россии да как бы а в америке в европе так вот что такого как как научиться делать такие что такого происходит в головах этих людей что они делают такой результат если мы сравним первую и вторую позицию мы увидим что собственно говоря это специалисты находятся выпускники одного университета они учатся у одного профессора они используют одно и то же оборудование одно и то же программное обучение но у них разница 300 грамм представляете если взять весь самолет и каждый вот разница каждой детали будет вот такая на 50 процентов да это означает то что но один самолет просто просто не конкурентоспособен так вот что такого происходит да и если мы начинаем дальше вот эту историю взять мы понимаем что здесь ключевым является фактор человека и когда мы говорим что современная экономика цифровая экономика это в первую очередь экономика людей это экономика знания так вот это как раз тот пример когда мы можем в руках понять разницу до этой экономики знаний этой цифровой экономики это очень важно это очень важно и для тех людей которые сегодня работают в компаниях и это важно для тех людей которые придут к ним на смену потому что нам нужны именно лучшие в классе технологии лучшие в классе своем люди и лучшие продукты которые могут быть конкурентоспособными на глобальном рынке развивая эту тематику на самом деле мы перешли постепенно другим задачам и сегодня перед нами стоит задача снизить в несколько раз и количество используемых деталей в двигателе количество деталей в двигателе снизить массу этого двигателя снизить сроки изготовления этого двигателя и здесь как раз эти возможности перед нами открывают аддитивные технологии они достаточно серьезно меняют не только сам процесс проектирования но процесс создания деталей или ее эксплуатации но и меняют существенно процесс создания деталей то есть теперь мы место отдельных деталей можем создавать сразу целиком готовые системы которые будут оптимизированы под ту функцию которая на них возлагается при этом как бы по сравнению с предыдущими системами они будут гораздо легче гораздо эффективнее и собственно говоря вот небольшой пример трансформации кронштейна как он спроектирован раньше и как из этих нескольких деталей была сделана одна оптимизированная деталь по массе это сократило и количество технологических операций и собственно говоря контроль за этими операциями и позволило внести изменения в конструкцию двигателя в итоге внутри объединенной строительной корпорации внутри корпорации ростех был создан центр аддитивных технологий которые постепенно начинают наращивать свои мощности с точки зрения производства уже не только опытных деталей не только деталей для прототипов но и серийных двигателей и это количество постепенно увеличивается и я думаю что ближайшее время на самом деле уже количество деталей которые будут производиться с помощью диктивных технологий будет сравнимо с количеством деталей которые производятся по стандартным технологиям следующий фактор который мы должны рассмотреть который сегодня уже упоминался это собственно говоря такой такое направление как развитие автоматизированных систем различных или как говорят наши коллеги из general electric это доминирование машин то есть количество машин которые становятся внутри наших производственных систем становится все больше и больше и здесь мы приходим вынуждены были рассмотреть а что меняется с точки зрения производственной организации именно на цеховом полу и минимальная такая единица работоспособная единица нового производства мы ее называем вместе с нашими коллегами это гибкая производственная ячейка это на самом деле очень сложный комплекс программных и аппаратных устройств различного оборудования который позволяет автономно без участия человека поддерживать постоянный уровень необходимый заданный уровень качества вне зависимости от того как меняется состояние компонентов этой системы вне зависимости от того что мне как меняется окружающая среда изменения температурные какие-то машина понимает это состояние и состояние с помощью имеющихся у нее алгоритмов систем измерения и менять свою свои какие-то компоненты свои параметры технологические параметры создания новых процессов позволяя обеспечивать заданный уровень качества и себестоимость вне зависимости от того какое количество деталей вы выпускаете какой продукт она выпускает и так далее в основе действия этой системы лежит технология цифровых двойников цифровых двойников не только объектов но и цифровых двойников технологических процессов потому что система должна иметь алгоритмы которые позволяют ей принимать решения, сходя из изменений той или иной ситуации. То есть, когда мы говорим об оптимизации управления, это как раз технология цифровых двойников, которая относится к производственной части всего жизненного цикла продукта. Если мы будем рассматривать, каким образом вот эти новые технологии, эти новые процессы начинают трансформировать ландшафт компании, первое, к чему мы придем, что меняется архитектура, архитектура в том числе и информационная. Ведь теперь, смотрите, мы говорим о том, что продукт все время находится во владении производителя, но тем не менее используется он заказчиком. Это означает, что поддержка информационная, информационная поддержка, даже если мы будем говорить только о ней, должна присутствовать весь жизненный цикл продукта. То есть, мы должны иметь доступ к информационной инфраструктуре, которая находится в расположении нашего заказчика. Это означает то, что мы должны, иначе мы не сможем управлять жизненным циклом нашего продукта, а ответственности и расходы лежат на наших, на производителях. И вот эта новая бизнес-модель, только даже первый шаг, заход в это поле, полностью меняет наше сегодняшнее представление об организации взаимоотношений с нашим заказчиком. И здесь очень много барьеров и культурных, и эмоциональных, и технических на самом деле, для того, чтобы зайти в этот цикл. И мы вынуждены были спроектировать некую такую идеальную систему, чтобы понять, а какие перед нами стоят вызовы, какие технологические барьеры нам необходимо решать, для того, чтобы создать основу архитектуры, информационной архитектуры для фабрики будущего. И, собственно говоря, первый шаг – это каким образом обеспечить непрерывность информационного пространства, пространства для передачи каких-то потоков информации, данных, управления, управленческих каких-то команд на всем жизненном цикле продукта. И здесь, в первую очередь, что делает, какой первый барьер? Это барьер, собственно говоря, информационной безопасности, барьер сохранности данных, и не только сохранности данных, но и доверия к этим данным. Потому что объем этих данных настолько большой, что человек не может проверить, а достоверны ли они. И поэтому здесь необходимо формировать какую-то инфраструктуру, с одной стороны, которая обеспечивает безопасность, то есть неизменность этих данных, что они нанесут человеку вред, а с другой стороны, и доверия человеку к этим данным, к этой информационной структуре. Это очень сложная задача, это, наверное, один из ключевых сегодняшних вызовов, которые препятствуют к развитию фабрики будущего. Следующий слой – это, собственно говоря, слой самих данных, то есть огромного количества библиотек, данных, которые собирают различную информацию о всем жизненном цикле изделия. Ну, представьте, авиационный двигатель работает в среднем в эксплуатации от 20 до 40 лет. Такой большой разброс. Это десятки, это сотни тысяч двигателей, которые производятся каждый день и которые работают в эксплуатации, обеспечивая нашу безопасность, обеспечивая наше движение по всему миру. С них собираются со всего мира данные. То есть первая задача, собственно говоря, распространенность этой информационной структуры. Во-вторых, где эти данные должны храниться, в каком объем требуется этих данных, как их обрабатывать, собственно говоря, и так далее, и так далее, и так далее. Это очень сложный такой вызов даже для сегодняшней развитой инфраструктуры информационной. Следующий слой, который необходимо создавать, которым необходимо увязывать, да, надо говорить о том, что все эти слои, которые я сейчас называю, они являются слоями с точки зрения нашего представления, с нашего такого, скажем так, двухмерного представления. Достаточно условное разделение, на самом деле, это все единая экосистема. Это, собственно говоря, слой, о котором мы сейчас начинаем говорить, это слой цифровых двойников, то есть, где находятся эти физико-математические модели высокой сложности, высокой степени адекватности, в которых состояние обрабатывать все вот эти потоки данных и принимать решения о том, как, собственно говоря, должен производиться, разрабатываться продукт, о том, как он должен в дальнейшем эксплуатироваться, какие он будет, какую он будет пользу приносить своему заказчику. Дальше идет слой, как бы, ну, я его выделил достаточно искусственно, это слой искусственного интеллекта, да. Чем-то он отличается, наверное, от слоя цифровых двойников, но, как бы, достаточно искусственное разделение. Пока еще до конца, допустим, ну, лично я где-то иногда даже сомневаюсь, что их нужно разделять, мне кажется, что это единое целое. Дальше это система управления компонентами, которые увязывают между собой и цифровые двойники, и компоненты различного искусственного интеллекта. Следующий слой – это слой, собственно говоря, технических, технологических различных компонентов, которые обеспечивают работу умной фабрики. Все это взаимосвязано с какими-то консолями, с выходом на управленческие решения, которые связаны с человеком, которые задают какие-то параметры, новые алгоритмы решения для всей этой фабрики. Вот если мы можем себе такую идеальную структуру представить, то, наверное, мы можем говорить о какой-то референсной архитектуре цифрового предприятия, то есть фабрике будущего. И, собственно говоря, вот эти компоненты, они, условно говоря, бьются на три части. Цифровые, вот когда мы говорим о ядре вообще этой референсной архитектуры, мы говорим, в первую очередь, о цифровых двойниках. И в свое время мы вынуждены были для того, чтобы входить в коллаборацию с ведущими университетами России, совместно с ними разработать описание того, что мы понимаем под цифровыми двойниками. Вот первую часть, одна из лекций, которые вы можете послушать на нашем канале, собственно говоря, она как раз рассказывает о том, а что такое цифровой двойник газотурбинного двигателя. Но только частично она затрагивает вопросы, связанные с цифровым двойником умного производства. И, конечно, большой слой, который связан с цифровой тенью, который связан с собираемыми данными, с эксплуатирующих устройств, он еще находится в разработке. Мы только приступаем к проектам, которые позволяют нам развивать эти технологические процессы. И, собственно говоря, вот это, наверное, одно из таких наших сегодняшних, ключевых таких наших проектов, которые закладывают сегодня основу нашей фабрики будущего. Фабрики будущего, объединенные двигательно-строительные корпорации. Один из первых проектов, который мы сформировали внутри компании, это, собственно говоря, проект реализации, создания испытательных полигонов производственного типа для того, чтобы сформировать первые какие-то компоненты умной фабрики. Почему вообще нужны испытательные полигоны? Мы выяснили, что попытка внедрения отдельных технологических компонентов нового индустриального уклада в сегодняшнюю, собственно говоря, производственную инфраструктуру не дает такого экономического эффекта, который мы ожидали. Это связано с тем, что все-таки общая производительность системы всегда определяется по самому слабому звену. И, собственно говоря, внедрение этих новых компонентов не приводило к такому экономическому, именно поэтому не приводило к этому экономическому эффекту, потому что вся инфраструктура, окружающая эти компоненты, она была из предыдущего индустриального уклада, который имеет принципиально максимально достижимую производительность в несколько раз меньше, чем у нового индустриального уклада. А, собственно говоря, где взять, какие нужны ресурсы для того, чтобы сформировать этот уклад сначала, новую инфраструктуру, а, с другой стороны, насытить ее быстро теми технологическими решениями, современными технологическими решениями, которые позволяют говорить о том, что у нас появляется умная фабрика. Ведь если мы вспомним вот этот наш квадрат, квадрат цифровизации, то мы увидим, что это достаточно сложная работа, большое количество проектов, и поэтому мы говорим о том, что мы создаем некие локальные участки, которые формируются по принципам нового индустриального уклада, они достаточно обособленные, самостоятельные, но они формируются в рамках существующих производственных систем корпорации, на которых, собственно говоря, с одной стороны, на них действует принцип открытости, то есть мы работаем не только с проектами, которые, технологическими проектами внутренними, но и мы отдаем возможность заходить новым инновационным проектам, различным стартапам с их продуктами для того, чтобы они могли, провести испытания, доводку своих технологий под возможности нового производства, новых производственных систем. Мы сформировали основные принципы подобного полигона и подходы, которые позволяют реализовывать, достигать тех или иных целей. В основе, собственно говоря, любого испытательного полигона лежит требование создания новых комплексных компетенций, которые обеспечивают интеграцию в бизнес-модели нового индустриального уклада с передовыми производственными технологиями. И какие же, собственно говоря, эти комплексные компетенции? Это компетенции, которые позволяют формировать новые принципиально возможности для производственных систем. Это и создание новых цифровых двойников, цифровых моделирования различных технологических процессов на основании этих цифровых двойников, формирование новых материалов и так далее. Эти компетенции не могут быть созданы на базе одного технологического решения, то есть необходимо комплексирование этих технологических решений. Второе свойство этих компетенций, как вообще, собственно говоря, всех компетенций, они могут быть получены только в реальной деятельности, которая связана с этим производством нового типа. И здесь как раз тот разрыв, тот технологический разрыв, который не дает компаниям перешагивать в новую индустриальную эпоху, потому что мы не можем создать, с одной стороны, компетенции нового индустриального уклада в старом предыдущем укладе, потому что у нас нет этих технологий, нет этих возможностей. А с другой стороны, собственно говоря, не создав эти компетенции, мы не можем создать вот этот новый индустриальный уклад. И единственная возможность уйти из этого такого замкнутого кольца, это вот через испытательные полигоны производственного типа. На самом деле, это не наше изобретение. Мы видим, что подобный тип организационных технологических решений практически создают все крупные мировые корпорации, либо это удел достаточно серьезных больших консорциев. Например, консорциум индустриального интернета, который входит в компании Siemens, General Electric, Intel, такие гиганты, таких полигонов испытательных было создано порядка 28 штук. И они продолжают создаваться. Каждый из этих полигонов технологических, он, собственно говоря, предназначен для создания каких-то компетенций, нового набора технологий, которые достаточно существенным образом меняют производственную систему. Возвращаясь, собственно говоря, к нашим испытательным полигонам, мы вынуждены были для себя прийти к достаточно такому, может быть, где-то грустному решению, что основное наше конкурентное преимущество заключается не в уровне железа, не в уровне оборудования, которое формирует технологические процессы, оно связано с тем, насколько мы можем формировать программные решения, то есть цифровой слой, как мы умеем комплексировать эти решения. И, собственно говоря, в этом основное преимущество наше конкурентное по сравнению с другими производственными системами. Я здесь говорю уже даже больше не о компаниях, а о странах или содружести каких-то стран. В этом плане наше кучевое конкурентное преимущество является именно в комплексировании, создании новых компетенций, создании цифрового слоя для фабрики будущего. И, собственно говоря, в этом направлении мы и сосредотачиваем свои первые проекты, которые ведутся внутри компании. В целом это выглядит приблизительно вот таким вот образом. Каждый квадратик – это набор каких-то проектов, которые формируют либо новый какой-то набор технологий, либо комплексирование каких-то технологий, либо это создание новых компетенций, которые позволяют создать новый слой проектов, который будет дальше развиваться. Вот эта картинка, она по времени соотносится где-то приблизительно с 2016 годом. Сейчас, конечно, дерево проектов корпорации выглядит абсолютно не так, это совершенно по-другому. Но принципы, которые заложены были тогда, они, собственно говоря, используются и сегодня. При этом, когда мы говорим об умной фабрике, надо понимать, что умная фабрика предназначена для того, чтобы создать умный продукт, который, собственно говоря, в эксплуатации будет вести себя несколько по-другому. А что формирует основу для такой трансформации? Это, безусловно, большие данные. Современный двигатель, современный самолет генерирует огромное количество информации. Техника, которая уже сегодня создается, которая выводится уже сегодня, поднимается в воздух, она генерирует в разы больше. Но если мы представим современный двигатель компании Pratt & Whitney, что он за 12-часовой рабочий день генерирует 844 терабайта данных, то это количество данных мы даже себе не можем представить. А о чем эти данные? Что с ними потом делать? Как их хранить? А это только один двигатель. Таких двигателей в ближайшее время будет сделано десятки тысяч. Вы представляете, какой это объем информации? И это только двигатель. Мы еще не говорим о том, что генерирует крыло самолета, мы не говорим о том, что генерирует весь самолет целиком. И вот этот объем данных, его необходимо каким-то образом обработать. Но самое важное, что эти данные собираются не просто для того, что нам это интересно. Компании учатся зарабатывать на этих данных. И, наверное, одним из самых первых таких проектов, это было взаимодействие компанией General Electric и ERAZI. Используя данные, которые собираются с сегодняшних двигателей, они сумели оптимизировать различные участки бизнеса, различные бизнес-процессы в эксплуатации своих самолетов. Это позволило сократить время использования двигателей при взлете и посадке, изменить расписание в аэропорту, оптимизировать профили набора высоты, изменить работу системы кондиционирования и так далее. В целом это привело к экономии где-то 1% топлива за течение сего года. А много это или мало? На самом деле для такой компании, как ERAZI, это привело к экономии 12 миллионов баррелей горючего в течение года. Вы представляете, какой экономический эффект только от того, что с помощью данных скрупулезного изменения, изучения этих данных, изменения, создания новых каких-то аналитических приложений удалось таким образом нести такую существенную экономию и создать, по сути дела, новые продукты программные, которые позволяют компании оптимизировать свое ежедневное использование каждого своего самолета. Причем это происходит индивидуальная оптимизация, потому что каждый самолет в ходе своей эксплуатации по-разному меняется его состояние, по-разному необходимо оптимизировать те или иные компоненты использования этого оборудования и так далее. По сути дела мы переходим в систему, когда машины создаются для программного обеспечения. То есть изменение свойств теперь того или иного компонента самолета связано в первую очередь с тем программным обеспечением, которое на него залито. Вы каждый день используете, собственно говоря, такие прообразы. Ведь, допустим, тот смартфон, который есть у вас, у ваших родителей или у ваших друзей, он с точки зрения своих технических характеристик, тех компонентов, из которых он состоит, мало чем отличается друг от друга. Но индивидуальные свойства, то есть с помощью которых он удовлетворяет ваши потребности, зависят в первую очередь от того программного обеспечения, на которые залито на этот, собственно говоря, смартфон. Это могут быть разные игры, какие-то приложения финансовые, карты, навигации и так далее. То есть каждый смартфон, при том, что они выпускаются большими сериями, он индивидуальный именно благодаря тому программному обеспечению, которое, собственно говоря, на него закачано. А теперь представьте, что то же самое мы можем сделать и с авиационным двигателем. Каждый двигатель может стать индивидуальным. С одной стороны, нас это страшит, потому что, ну, неизвестно, как это программное обеспечение, представляете, у вас двигатель вдруг зависнет, как ваш смартфон, не дай бог, в воздухе. Безусловно, это приведет к трагедии. Поэтому необходимо испытать, каким образом это программное обеспечение будет интегрировано в этот двигатель, как оно будет работать. Для этого нам нужен цифровой двойник и испытательный, виртуальный испытательный полигон, который в своей совокупности позволяет испытывать любой практический продукт, программный продукт, на прообразе, понимать, как это будет влиять на всю эксплуатацию, какие характеристики будут, в зависимости от того, в каком состоянии, где находится двигатель, где он летит, как он будет использоваться в ближайшее время. То есть, таким образом, формируется концепция создания двигателя под конкретные, под различные типы программного обеспечения, которые, собственно говоря, управляют состоянием этого двигателя. Если вы посмотрите, какое количество процессоров, ну, меня в свое время поразило, есть блок управления авиационным двигателем, так вот, если на предыдущем поколении это была небольшая коробочка, то сегодня это достаточно большое устройство, при этом мы понимаем, что количество функций, возможностей этих коробочек, оно не определяется геометрическими размерами, определяется тем уровнем техники программного обеспечения, которое в него закладывается. Поэтому практически все мировые производители пошли по пути создания так называемых когнитивных платформ. А для чего они созданы? Они созданы, собственно говоря, для того, чтобы создавать то большое количество различного программного обеспечения, которое позволяет анализировать различные компоненты этих больших данных, для того, чтобы оптимизировать, на сегодняшний день, пока только оптимизировать работу наших двигателей, которые летают. Ну и в качестве примера, тут как раз пример я привожу не из отрасли, а пример когнитивной платформы topcoder.com. Собственно говоря, тот эффект, который задают эти платформы, они позволяют объединять сообщества очень активных, очень умных людей из разных областей знания, для того, чтобы решать абсолютно нетривиальные задачи. Вот, например, задача найти наиболее быстрый способ упорядочить геномы большого количества человеческих белых кровяных клеток, эту задачу решало сразу несколько профильных медицинских биологических институтов. И те решения, которые они предлагали, являлись достаточно прогрессивными. Но посмотрите, вот первое решение, которое сделали специалисты американского института здоровья, это решение работало в течение четырех с половиной часов и давало точность где-то приблизительно 72%. Потом дальше эксперты медицинского школы Гарварда сделали решение, которое работает в течение одного часа. Повысили точность, и казалось, что это достаточно значительный прогресс. Но когда это решение предложили сделать пользователям платформы топкодер.ком, безусловно, перед этим была убрана вся информация, которая бы связывалась со спецификой именно биологии. Задача была представлена в виде математической задачи. Это позволило привлечь абсолютно разные уровни специалистов, которые в итоге сделали решение, которое работало быстрее, чем все предыдущие решения. То есть оно укладывало за одну минуту. Представьте, один час и одна минута. Если предыдущие специалисты в три-четыре раза, то это в десятки раз решение. Повысили точность, еще больше сделали. То есть если мы посмотрим вообще возможности подобных платформ, а это надо понимать, что платформа, допустим, топкодер, это больше одного миллиона пользователей. Ни одна корпорация в мире не в состоянии содержать такое количество высококвалифицированных специалистов в абсолютно разных областях знания. Ведь мы не знаем, кто именно придумал это решение. Это может быть сделал выпускник Московского авиационного института, а может быть это сделал какой-то биолог или вообще математик, который всю жизнь занимался какой-нибудь морской флорой и фауной. Мы не знаем, откуда пришло это решение, какие алгоритмы были заложены, какие уровень знания, компетенции у этого человека. И это очень важно. И стоимость этого решения была в разы меньше, чем если бы мы поручили это решение разработать, ну не знаю, тому же самому медицинской, той же самой медицинской школы Гарварда. И вот возможности цифровых, когнитивных платформ, они на самом деле безграничны, если мы их увязываем с возможностями цифровых двойников, если мы увязываем их, становим их в возможности наших цифровых фабрик, умных фабрик, виртуальных фабрик. Ведь на самом деле эта платформа является частью того виртуального пространства, то есть мы объединяем не только производителя, заказчика, но и еще огромное количество людей, которые имеют возможность принимать свое участие в деятельности нашей корпорации. К чему это может привести? Ну, это уже как бы такая мечта-мечта совсем, это, собственно говоря, когда мы говорим вот о пул-экономе, это самолет, двигатель самолета, понимая то состояние, в котором он находится, сам определяет с платформы, с когнитивной, с большого количества уже созданного программного обеспечения, какое программное обеспечение ему нужно загрузить сейчас, в этот момент нахождения на какой-то траектории, определяя, понимая, допустим, что он находится в тропических широтах, на какой-то высоте или наоборот в горном местности какой-то, он понимает, каким образом он может оптимизировать свой полет, используя то или иное программное обеспечение, которое ему доступно вот со всей этой платформы, оптимизируя сам свое состояние, и в тот момент времени, когда он использует тот или иной кусок кода, собственно говоря, идет отчисление пользователю этой платформы, который придумал этот алгоритм, какой-то части той выгоды, которую получает самолет от использования этого программного обеспечения, и все это происходит автоматически, без участия человека, это позволяет многократно снизить стоимость эксплуатации, обслуживания, расходы топлива и так далее, и так далее, но это пока та модель, которая является для нас мечтой, потому что для этого предстоит пройти огромный путь изменения, трансформации людей, создания новых технологий, испытания этих технологий, и мы находимся только в начале этого пути, но это наша целевая модель, или это может стать нашей целевой моделью в ближайшее время. Но что мы понимаем абсолютно точно и четко, что если мы не будем меняться, если мы не будем иметь такую цель, где-то может быть даже иногда недостижимую цель, мы можем очень быстро оказаться среди тех проигравших компаний, тех корпораций, которые в свое время считали, что конная повозка это навсегда, и то, что машины, вообще то, что придумывает Генри Форд, это какая-то полная ерунда. И вот как раз эти две картинки, они позволяют нам никогда об этом не забывать. Всего лишь 10 лет разницы между двумя вот этими улицами Нью-Йорка, и на одной мы видим всего одну, всего один автомобиль, зато через 10 лет мы видим только всего одну конную повозку. Поэтому мы призываем всех быть гибкими и создавать вместе с нами фабрику будущего. Спасибо.